С мельчаков, которые бы решили отправиться на педан в одиночку с намерением остаться там на неделю, найдётся немного. Возможно, поиски сузятся до одного человека. Сергей отправился в путешествие, которое едва не стоило ему жизни. Когда спустился, я понял, что иногда педан не пускают, но иногда он и не отпускает. Просьба Сергея не снимает лицо, связанная с его профессиональной деятельностью. Мысль подняться на гору не давала ему покоя два года. Люди взбираются на педан из разных побуждений – спортивного интереса, любопытства или чтобы получить ответы на свои вопросы. Наш герой относится к третьему типу. Подъём на гору занял целый день. Отягощающим обстоятельством стал рюкзак в 38 килограммов, в который Сергей упаковал всё самое необходимое. К вечеру молодой человек забрался на гору в совершенно обессиленном состоянии. Всё, что он хотел – это только спать. Когда проснулся, могу сказать, что настроение было очень плохое. Очень усталость, ещё больше, можно сказать. Не знаю, с чем это связано. Это, наверное, как раз та ошибка, когда я решил решить свои проблемы по ходу на педан. С утра пораньше молодой человек решил пополнить свои запасы воды. Пошёл в одну сторону, в другую, в третью. Была мысль снег растопить. Ну, что-то мне как-то это показалось потом плохой идеей. Поэтому, когда я воду не нашёл, уже было около 12, когда я решил обратно спускаться. Сергей позвонил другу и попросил встретить его у подножья горы в 7 вечера. Упаковал рюкзак и начал спуск. Буквально через час он понял, что заблудился. Нельзя было паниковать, но, тем не менее, запаниковал, потому что очень сильно сказывалась усталость. Весь рюкзака. Решил избавить вес. Выкинул продукты питания. Выкинул кастрюли, газовую плиту, баллончики. Пару флакончиков, вот этих бутыльков для борьбы с мошками, с клещами. Спальный мешок туда же пошёл. Просто вот, потому что паника была. Плащ, палатка тоже ушла в расход. Но самое главное поджидало туриста впереди. Апофеозом путешествия стала встреча с медведем. Я начал кричать «Народ!». Так, «Народ!». Никто не отозвался. А ветки всё сильнее, сильнее, ближе, ближе ломаются. Как будто передо мной, упор, и никого не вижу. Я ещё раз набрал полную грудь воздуха, крикнул «Народ!» и не докрещал. И просто вот «Народ!» и смотрю, на меня медведь смотрит. Это было расстояние метров 15, не больше. Молодой человек вспоминает. Медведь был размером с корову и с большими, с кулак чёрными глазами. В это время мобильный Сергей поймал сеть, и до него дозвонился друг. И тут главная СМСка от Дениса, который приехал меня забирать. С фото и Мишку на память. А у меня, естественно, паника. Мы просто смотрим на друга, я понимаю, что вот это время – это решение фортуны. Либо да, либо нет. Возможно, у этой истории был бы совсем другой конец, если бы не истерический хохот Сергея. Медведь решил не связываться и убежал в лес. Обессиленный молодой человек разжёг костёр и остался на месте ждать помощи. На подходе уже были друзья и спасатели МЧС. Под утро третьего дня Сергей был спасён. Он шёл на педан, чтобы найти ответы на свои вопросы. Но после таких потрясений все вопросы отпали сами собой. Екатерина Гриб, Игорь Антонов, Телемикс.